Катоша в позе летучей мыши. Я Бэтмен. Непонятно, плохо ли человеку или нормально. Сейчас надо спросить. Эу, уважаемый, вы живой? Все нормально? Да, спасибо. А, ну хорошо. Когда вам говорят, не трогайте руки, оторвем. То это бывает правдой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Присоседилась? Малышка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь в чем человек и пароход Прикольная архитектура Зашли в центре в аптеку Копейка называется И тут такие планшеты На них можно сразу заказ сделать Вот так присесть тут на стульчик И на такой штучке Так раз придвинул И делаешь заказ Вот оплатить через кассу платить через купюроприемник через терминал Настя зашла в магазин женского белья а тут из двери она открывает и из дверей выходит вот это чудо Коша вот котов трехцветных не бывает значит это кошка ну практически не бывает Коша 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 пухнастая красивая какая Коша усы такие Коша и собака и собаки тут тоже ничего идет идет Коша беременная куда ты бежишь не трогай Кошуня ой боже какие штанишки хозяйка 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 базара собака уже что-то украла вон она где у нас комбинат салтифский а ну конечно конечно там бы и я жил вот чем их тут кормят такими довольно неплохими огрызками колбасными кушай 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 я не отнимаю у меня свои огрызки в холодильнике ой ну такая такая на выставку ее надо боже какая красивая кушка ой и ласковая такая как ее Маша да? Маша Машка на колбаске Днепропетровск город контрастов какая у нас коллекция зверюк вот этот слон мне особенно нравится оптимистичный такой что тут делаешь чем тут занимаешься садистка огородница так покажи какие у меня семена есть смотри здесь с этой стороны матадор шпинат мамонт укроп это ты фирмы называешь что ли? ну это название сорт сортов ну понятно а что ты будешь укропа, петрушки базилич фиолетовый лук сажать вот это сейчас все разделю вот эту вот все вот сюда вот в укатку одну ну я ну больше у меня нету надо купить вот я когда-то уже этим занималась в этом году я делала второй раз первый раз я слишком слишком залила водой редкий был урожай плохо взошло Катоша ты это все проинспектируешь Катош? проверишь что там посажено конечно лично пожует я беру сейчас мамонт мамонт точнее это семена мамонт ну называется мамонты вырастут настоящие да а есть аллигатор вот аллигатор аллигаторы вырастут какая прелесть давно мечтал вырастить аллигатора я потом семечки ну и мамонт сейчас сделала вот это зубной зубной щеткой сделала такие луночки зубная щетка это старый советский способ когда не было еще никаких приспособлений кроме зубной щетки вот я сыплю я прямо беру так вот и на глаз на глаз в каждую насыпаю вот так вот туда внутрь оп-оп так мамонт теперь мои видео будут полезны еще и огородникам таким домашним садистам так ну я щедро сыплю я не знаю потому что одобряешь потому что одобряет куда ему девать да, вариантов нет ах, чуморто так укроп засыпаем нет, я продолжаю делать луночки так здесь у меня будет я разделила зрительно на 4 секции на 4 секции в который раз в жизни это делать а помнишь был хороший урожай салатные листья сажала помнишь было такое вот это ж я решила ну как это не помню что-то с памятью моей стало было, было все, что было не со мной помню было, возьмем сейчас нет, возьмем возьмем базилик с базилика вкусный напиток получается такое фиолетового цвета очень полезный базилик с медом вообще класс секция с базиликом ты лучше скажи когда это все вырастет когда мы это все кушать будем сейчас я тебе скажу все, все есть все есть так ну одноречная теплолюбивая рослина рослина выращивают рано на весне зелень собирают перед початком цветения зелень собирают перед началом цветения кстати это мы вот такие мы красавчики развиваются сравнительно медленные требуют постоянного ухода выращивают на легких почвах с высоким содержанием гумуса и достаточным количеством влаги хорошо растет горшочков на подоконнике на протяжении длительного времени следующая еще раз скажи когда это все взойдет в одно время или в разное я думаю в разное это разные растения ну примерно когда я думаю что укроп где-то через недельки две начнет сходить а то и раньше я сейчас сделаю мини-теплицу и накрою вот у меня и что это все в одинаковых условиях должно выращиваться ну нет конечно конечно нет именно поэтому мы делаем конечно так в моем случае я люблю петрушку делаем сразу винегрет Катоша иди помогать я укаешь так Катоша поможет когда оно все взойдет перекопает мне ты его раскроешь вот тогда он поможет как следует и рыжуха поучаствует да рыжа у Катоши уже истерика лук я не буду сажать потому что вряд ли он у меня взойдет а вот шпинат матадор буду очень вкусный салат кстати сейчас я вам скажу салат еврейский значит берем шпинат рвем его в миску вот потом значит на сковородке жарим хлопья миндальные хлопья потом кешью жарим это все по очереди высыпаем в салатницу где уже шпинат порванный вот арахис можно то есть мягкие орехи вот отдельно делаем заправку 3 столовые ложки соевого соуса столовая ложка меда столовая ложка оливкового масла и столовая ложка лимона и все это на медленном огне на маленьком огне до кипения доводим и эту заправку поливаем вот в орешки со шпинатом и перемешиваем ну и сразу подаем к столу и едим потому что если будет стоять потечет этот салат будет невкусно так получается теплые орешки и теплый вот этот вот соус ой это так вкусно и очень полезно не знаю верю на слово но это сто процентов я это пробовала и делала и меня Зина угощала Зина собственно говоря на шаббат ходила что касается еврейские женщины ее научили что касается меня от меня все вот эти садово-огородные дела они очень далеки я конечно я не люблю выращивать растения ну в общем что собственно вся процедура в том что ты сейчас все это затасуешь в эти дырки в луночки весь этот бильярд в эти лузы опустишь все эти шары так и все это взрастет если ты будешь поливать поливать я так полила что у меня ничего не взошло я так полила я так залила сильно в этот раз я буду аккуратно все делать ой а здесь у меня нет давай еще так надо запомнить это укроп это базилик это петрушка это шпинат ну ты не запомнишь это дело если не подпишешь я поставлю подписывать надо всегда так когда в кафе какому-нибудь самоуверенному официанту говоришь он говорит а я запомню и ты ему начинаешь рассказывать подходит а что да и потом постоянно подходит а что вы заказывали или еще хуже принесет вообще не то а что это у меня уверен тебе какие-то глянь какие-то надо быть самоуверенным до определенной степени вот я запомнила опилки которые с головой не пуха давай ты пожалуйста зайдите сейчас молодой месяц я надеюсь ладно дорогие друзья на этом я заканчиваю репортаж садово садово огородного участка с участием грандмастера грандмастера Аси все интересно не интересно пишите письма в следующий раз я покажу когда у меня все будет колоситься когда все заколоситься уродиться заколоситься вся эта репка взойдет мы все покажем Ася еще будет молиться кстати да Ася вот только только покинула лона христианской церкви еще не до конца еще не все иконки еще не все иконки убрала вот но уже как бы ближе к иудаизму ну это личное дело каждого что касается меня я я агностик целая семья Святой Дух Дева Мария Сын Отец и так далее отец мат короче я потом еще потом еще Ася вам расскажет про иудаизм я вам все конкретно расскажу покажу шалевая смотри главное не зали в прошлый раз я взяла 6-ти литровую банку и вылилась сюда ну и нормально я тут лягушки я думала начнут квакать так полили теперь я делаю теплицу беру вот эту пленочку я не знаю правильно это или нет но я делаю тут что самое интересное теплица я не знаю так надо или не надо я повторяю я делаю не ну теплица я делаю так ну это до определенной степени когда ну пока да начнет сходить я тогда уберу все подрастет будет тут двухметрового роста нет не знаю как на луне только покажется и тогда мы уберем эту пленочку ой дай бог все эти штуки поймут что не так было хорошо на этом свете как им казалось и тогда уже загнуться наверное а может мы их съедим раньше хотя я базилик не люблю так я тебе говорю ты напиток попробуешь тебе понравится буду есть только мамонтов и и аллигаторов и аллигаторов да и вот эта зубная щетка это непременный атрибут непременный без этого ну а зачем мне покупать какую-то палочку ничего не взойдет никогда даже не рассчитываете зачем покупать тратить деньги ну это правда все из подсобных средств да дело даже не в деньгах дело в принципе зубная щетка это должно быть иначе ничего не получится ну я надеюсь что в нем все получится так конечно все получится или нет два варианта вот это всякие буржуйские вампиры пьют кровь а украинские вампиры едят кровяную колбасу кровяночка истинんで истинgal